Как живется в Гонконге и насколько просто здесь делать бизнес? Все приезжали, все искали деньги, все считали, что здесь в Гонконге и в Китае прям много денег. И они представлялись инвесторами и ходили на эти мероприятия просто выпить и закусить. Как ты считаешь, где сейчас лучше развивать подобный бизнес? Даже, я бы сказал, горячее, чем в Дубае. Когда я купил токены, они сейчас там ничего не стоят. На CBDC это такое большое зло. Но она на самом деле уже меняет мир. Это более безопасный интернет, это интернет без цензуры. Чего следует делать, а чего категорически не следует? Крайне нежелательно говорить, что ты там купил или продал. Мир не стоит на пороге технологической революции. Последние 10 лет мы постоянно находимся в режиме технологической революции. Посмотрите, как быстро меняется мир. И чем дальше, тем быстрее эти изменения будут происходить. Новые технологии будут давать новые возможности. Сегодня я хочу поговорить о будущем и о новых технологиях с новым гостем на канале, который живет и строит бизнес в Гонконге. С вами Виталий Чарясов и видеопроект «Бизнес без границ». Сегодня у меня в гостях Иван Иванов, венчурный инвестор, предприниматель и SEO Web3 Summit. Надеюсь, что после этого выпуска у вас точно не останется вопросов, что такое Web3.0, блокчейн и стоит ли инвестировать в эту отрасль. Иван Иванов проживает в Гонконге с 2017 года. Активно работает в сфере Web3.0. Основатель и управляющий партнер компании Uvicon. Иван, предлагаю начать с вопроса, с пояснения нашим зрителям, что такое вообще Web3.0 и почему сегодня это тренд. Web3.0 – это следующее поколение интернета, который принципиально отличается структурой взаимодействия пользователя и непосредственно провайдеров интернет-услуг. То есть, если сейчас, например, в Web2.0 персональными данными, информацией и так далее владеют крупные компании, но не только крупные компании, то есть это Google, Яндекс, Фейсбук и так далее. И фактически эти компании, они могут заблокировать пользователя, какие-то ограничения наложить и так далее. Влиять могут. И также они используют эти данные для продажи, фактически, когда продают эти данные рекламодателю. В Web3.0 своими данными и, собственно говоря, своими действиями по сети владеет пользователь, ну, в большей части, скажем так. Вот. И пользователь по факту решает, какие данные предоставлять сервис-провайдерам, какие не предоставлять. его фактически невозможно заблокировать пользователю, там, ну и так далее. Вот. Это такое принципиальное, принципиальное различие. Ну и плюс, наверное, еще одно, еще одно различие в том, что сейчас данные хранятся в основном на крупных серверах, централизованных в Web3.0, данные хранятся у пользователя. Ну, то есть это распределенная система хранения данных. Да. И тогда невозможность контроля со стороны каких-то регуляторов, да, и, по сути, невозможность влияния. Получается так? В том числе. Это более безопасный интернет? Это более безопасный интернет, да. Это более безопасный интернет, это интернет без цензуры, это интернет, где, например, те же создатели какого-то контента, они смогут напрямую получать там, награждение за свой контент и контролировать его распространение, условно говоря. И, ну, на самом деле, при применении и в различных приложениях вот этой истории их очень много, начиная там от digital ID, так называемого, заканчивая всяческими там распределенными сервисами. Насколько сейчас эта технология уже применима в повседневной жизни? Она применима. Количество, скажем так, пользователей этой технологии, оно по-прежнему достаточно маленькое, вот, но, например, есть уже сервисы, например, децентрализованные поисковики. Есть децентрализованные веб-браузеры, есть децентрализованные имейны, то есть это уже сервисы, которые работают, просто им нужно набрать пользователей. Естественно, у них нет таких ресурсов для продвижения и для, что называется, user acquisition, как у там Google, Facebook и так далее, но, как бы, индустрия движется вперед, и это вопрос времени, чтобы эти сервисы стали настолько же популярными, как, например, там, джимы, вот, хотя они являются намного более безопасными с точки зрения, там, хакерских атак, взломов и так далее. То есть, если это децентрализованный имейл, то, там, ключи хранятся у пользователя, то есть, и практически, там, украсть их очень сложно. Почему ты начал развиваться именно в этой отрасли, и как давно ты в ней? Я в этой отрасли с 2017 года. Я в тот момент уже был в Гонконге, и на самом деле вообще не был никак связан ни с криптовалютами, ни с блокчейном, ни с чем. Здесь, в Гонконге, я вообще изначально приехал в 2015 году в Шенчжень в рамках, там, одного проекта инвестиционного, когда мы открывали фабрику по производству быстро заряжающихся батареек. Собственно говоря, это и была цель моего приезда. Была там международная команда, российский инвестор, немецкий инженер, китайская команда, там, продуктовая и так далее. Вот. И, собственно, мы там запустили фабрику, потом я переехал в Гонконг, чтобы открывать здесь гонконгский офис и международные продажи выстраивать. Вот. И потом, там, в той компании я ушел, и меня пригласили в, собственно говоря, блокчейн-проект. Поскольку я здесь находился в Гонконге, они как раз планировали, там, условно говоря, токен сейл делать. Попросили меня здесь с юридически-финансовой точки зрения структурировать все эти истории. Вот. Ну и плюс с точки зрения бизнес-девелопмента тоже помочь. Вот. Собственно говоря, так я оказался в блокчейне. И тогда, конечно, здесь было жарко в этом плане. То есть... Бум. Бум, да. Все, вот, всех приезжали в Гонконг. Как сейчас в Дубае. Все пытались найти... Даже, я бы сказал, горячее, чем в Дубае. В Дубае. Прям много денег и можно здесь там собрать ICO и так далее. Мне кажется, это правда. Ну да, на самом деле, да, это правда. Но было тоже там много курьезов. Здесь, в Гонконге, там, каждый день почти можно было ходить на митапы каких-то проектов, значит, которые пытались что-то собрать. Вот. И, естественно, там на этих митапах давали еду и напитки. И была такая группа людей здесь, в Гонконге, которые просто ходили. Они, видимо, были там достаточно бедные. Ну, они где-то прознали, что вот здесь такая история. И они представлялись инвесторами. Вот. И ходили на эти мероприятия просто выпить и закусить. Халявщики. Да. Ну, а проекты, которые приезжали, они же ничего не понимали. Ну, китайцы и китайцы. Приходят какие-то там. В Гонконге очень сложно разобрать по внешнему виду. У человека там 10 миллионов долларов или у него 10 долларов. Да. Это как раз то, за что я тоже люблю Гонконг. Потому что здесь люди, они не кичатся своим богатством. И, в принципе, там можно увидеть какого-нибудь пожилого человека, одетого, не знаю, там на 100 долларов. При этом у него может быть там куча недвижимости в Гонконге и так далее. Ну, они находят, как бы, чем гордиться в другом направлении, да? Ну, да, да. То есть здесь, здесь... Я думаю, это не только в Гонконге и так. Это много где так, на самом деле. Скажи, а как вот вообще Гонконг сейчас поддерживает эту отрасль? И если сравнить, например, с тем же Дубаем, как ты считаешь, где сейчас лучше развивать подобный бизнес? Ну, на самом деле, все зависит от, скажем так, специфики бизнеса. Если мы говорим про в принципе Web3 технологии, да, то есть это более широкое понимание, чем там криптовалюта просто, да. Правительство очень сильно поддерживает эту индустрию. Через какие-то программы специальные? Есть много всяких специальных программ. Сейчас вот с регуляциями, с новыми правительство рекомендует банкам открывать счета компаниям, которые связаны там с Web3. Естественно, банки многие сопротивляются. Они не любят. Не понимают, как проверять. Они очень сопротивляются, да. Но, например, есть вот ZA банк. Это виртуальный банк здесь гонконгский. Они сейчас вот прям тоже провозгласили, что они Web3 банк и готовы открывать счета Web3 компаниям, которые там связаны с Web3, но не связаны напрямую с криптовалютами, с торговлей. Либо, если это торговля криптовалютами, то компания должна иметь лицензию здесь. Без разницы, где или именно в Гонконге? Здесь, в Гонконге, да. Но сейчас вот этот год на самом деле будет очень покатательным, потому что достаточно много компаний подали заявки на лицензии в рамках новых регуляций. Эти лицензии, они должны быть проще в получении, чем обычные лицензии на asset management и так далее, на brokerage и так далее. И если это будет действительно так, то индустрия здесь очень сильно будет развиваться в ближайшие несколько лет. Потому что если банки действительно начнут открывать счета здесь в Гонконге биржам, там Web3 компаниям и так далее, то это даст такой сильный толчок индустрии. Знаешь ли ты какие-то компании, которые сейчас международные активно заходят на рынок Гонконга, которые ранее не были представлены на этом рынке? Да, ну на самом деле практически все крупные биржи сейчас заходят. OKX получает лицензию, Gate.io получает лицензию, Kucoin тоже получает лицензию, то есть BitGet.io и остальные там более мелкие игроки тоже сейчас собираются здесь подаваться на лицензии. Вот как раз эта новая лицензия называется Virtual Assets Service Provider. То есть фактически они здесь легализуются и смогут официально открыть счета в банках и, соответственно, обслуживать и гонконгцев, и не гонконгцев через вот эти вот банковские счета. Потому что основная это... Тут раньше проблем тоже не было с работой в бирже, с анбордингом, например, гонконгцев на бирже. Проблема всегда в переводе крипта-фиат, фиат-крипта. И, естественно, если там приходит какой-то подозрительный перевод на счет на банковский, банк всегда задает вопрос, а что это такое там? И, естественно, крайне нежелательно говорить, что ты там купил или продал криптовалюту. Вот. Сейчас, когда, если действительно все это заработает, то, да, ну, можно будет спокойно в банку говорить, да, я купил криптовалюту. Ну и на самом деле банки сейчас некоторые, они прям активно смотрят. То есть помимо бирж на вот эту лицензию Virtual Service Provider подался бы такой банк, как DBS. То есть это крупный банк прям. HSBC сейчас добавил возможность для своих пользователей покупки ETF на биткоин. И вообще, на самом деле, Гонконг был практически первым местом, где в декабре 22-го года на биржу запустили 2 ETF на биткоин, на эфир, что тоже дало такой толчок для нестреливанцев. Ну, знаешь, для меня вот что остается непонятно. Как проверить происхождение того или иного токена, той или иной криптовалюты? Например, я получил себе на счет в этом банке оплату за какую-то услугу или товар. Ну, не знаю, в биткоине, там, в USDT, да в чем угодно. Как я, как получатель, могу ее проверить? Ну, то есть, существует стандартная процедура KYC, да, когда ты вступаешь в отношения с каким-то контрагентом. И перед тем, как что-то где-то там принять, ты должен эту процедуру провести и одновременно с тобой ее может провести банк. Да, вот как я это буду делать, как это будет делать банк? Есть у тебя какие-то познания? Ну, на самом деле, сейчас очень много сервисов, комплайнса, которые как раз отслеживают движение криптовалюты. На самом деле, движение криптовалюты отследить проще, чем движение обычных денег. То есть, если по обычным деньгам банк может отследить только, там, отправители и получатели, то в случае криптовалюты ее движение можно отследить, там, с момента ее минтинга до, там, движения по всем кошелькам. Поэтому, если, допустим, какие-то кошельки попадают, там, в блэклист и так далее, соответственно, там, такая транзакция может быть поставлена под сомнение, там. Просто ты не принимаешь ее и говоришь, что эта транзакция грязная. Может быть, заблокирован, да, там, и так далее. Вот. И, ну, на самом деле, сейчас даже есть много достаточно сервисов и технологий, которые позволяют оценивать движение фиата и криптовалюты. То есть, например, криптовалюту, там, продали, а фиат появился, там, на банковском счету. Вот. Эти вещи тоже, там, умеют уже сопоставлять, поэтому технология не стоит на месте. И, в принципе, на мой взгляд, там, если сравнивать какой-нибудь 2017 год и сейчас, то сейчас перевод в крипте проще отследить, чем перевод банковский. В принципе, для государства, для регулятора это более удобный инструмент, нежели фиат. Получается так? Ну, получается, да. И, на самом деле, поэтому сейчас очень активно развивается история с, так называемым, CBDC, то есть, Central Bank Digital Currency. Китай уже активно тестирует цифровой юань. Гонконг сейчас тоже собирается так называемый E-HKT запускать. Уже, там, банки, в том числе, HRPC, Standard Charter, Bank of China, и собираются тоже это все тестировать. И, в принципе, ну, CBDC, это такая, с одной стороны, все немножко в эйфории, что вот, там, применение блокчейна, на самом деле, CBDC, это такое большое зло. Ну, с точки зрения конечного пользователя, потому что фактически движение каждого, там, юаня, доллара, рубля, там, не знаю, чего угодно, будет отслеживаться по всем транзакциям, которые будут проходить. Ну, да, то есть, сама идея Web3 уйти из-под влияния, стать распределенной сетью, да, она, как бы, разворачивается совершенно в противоположном направлении. Ну, если мы говорим о CBDC, то да. В общем, для конечного пользования есть как плюсы, так и минусы, как обычно. Да, да, да. Давай поговорим о бизнесе и жизни в Гонконге. Вот, ты здесь с 17-го года приехал 16-го, да, с 16-го, приехал развивать фабрику, а теперь ты инвестор и предприниматель, который развивает технологию Web3.0. Как вообще живется и как живется в Гонконге и насколько просто здесь делать бизнес? Ну, с точки зрения ведения бизнеса Гонконг, наверное, это одна из самых удобных юрисдикций. Причин тому несколько. Во-первых, это такой полу-офшор с очень удобной банковской системой и налоговой системой. здесь отсутствует валютный контроль любой. То есть при там переводах в Гонконг, из Гонконга, внутри Гонконга, в любых валютах нет никакого валютного контроля со стороны государства. То есть может быть там комплайн со стороны банка, условно говоря, если появится какая-то подозрительная транзакция. очень просто зарегистрировать компанию. Не нужен местный, который там должен быть директором или совладельцем этой компании. Компанией может владеть гражданин любой страны, директором также быть гражданин любой страны. И по стоимости это там тысяча, две тысячи долларов регистрация компании. Дальше налоговая система очень простая. одноуровневая. То есть для компании это 16,5% с прибыли дохода минус расходы. Для компании с оборотом до 2 миллионов гонконгских долларов в год это 8-25%. Отчетность, если мы говорим про отчетность, она крайне простая. Делается аудит раз в год. То есть аккаунтинг аудит предоставляются просто банковские выписки и по каждой транзакции нужен некий документ. При этом этим документом может поступать просто инвойс, даже не оригинал, а просто копия инвойса. Можно даже без печати просто бумажка подтверждает транзакцию куда перевел либо откуда тебе перевели твой инвойс все достаточно просто аудит 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 отчет который сдается соответственно в Inland Revenue Dibank местной налоговой департаменты. делается это один раз год то есть никто к тебе там каждый месяц не приходит условно говоря и не просит отчитываться по отчетности Слушай а вот такой вопрос вот эти бухгалтера бухгалтеры аудиторы они отражают на балансах digital assets на текущий момент нет только для asset менеджеров и брокеров вот поскольку до недавнего времени вообще виртуальные активы здесь были если bitcoin это commodities получается да вот и их владение в принципе там никак не отражалось только когда они переходили в fiat или там fiat на них тратился условно говоря соответственно тогда они учитывались здесь нет налога на прирост капитала то есть если допустим есть прибыль рост стоимости криптовалюты то она не облагается налогом это очень удобно я еще знаю что здесь нет ндс ндс нет действительно очень такая простая назовем даже примитивная налоговая система которая не усложняет жизнь бизнесу а наоборот помогает хотя не так давно здесь вообще не было налогов насколько я знаю налог на прибыль он появился относительно недавно нет нет здесь был всегда всегда здесь в принципе всегда была такая одноуровневая система налогообложения а это в Сингапуре не было здесь очень понятная законодательная система которая в принципе берет свои корни от английского права плюс английский язык официально и даже если какие-то юридические споры судебные процессы все можно потребовать чтобы велось на английском языке никто не может от этого отказаться потому что здесь английский официальный язык наравне с китайским я знаю у тебя здесь есть собственная компания венчурная студия консалтинговая компания что это венчурная студия или консалтинговая компания называется на ювикон это такой гибрид скажем так расскажи пожалуйста чем ты конкретно занимаешься вот у нас есть свои проекты в которых команда ювикона участвует соответственно в этих проектах поэтому я называю это венчурная студия проекты которые мы просто консультируем либо которые мы ведем как некий такой бутик инкубатор и помогаем им скажем так с приземлением и развитием в Гонконге Юго-Восточной Азии потому что здесь есть очень большой нетворк наработанный у меня за 7 лет у моего партнера за 10 лет в Гонконге вот и ну мы можем практически там до очень многих дотянуться начиная от правительства с которым мы очень тесно работаем вот заканчивая банками ритейл компаниями property development и так далее соответственно если мы говорим о своих проектах то у нас есть большой проект называется wow summit это большое мероприятие по web3 как раз web3.0 все что касается перехода с web2.0 на web3.0 все что касается блокчейна реальных каких-то юзкейсов использования технологии вот этой вот DLT и так далее вот мы делали это мероприятие в Гонконге в марте 29-50 марта этого года прошло супер успешно мы получили полную поддержку гонконгского правительства у нас выступал замминистра финансов директор инвес Гонконга директор гонконгского туристического борда 5000 человек в стиле мероприятия но это вот такой как собственный проект тоже и мы как раз сейчас собираемся в следующее мероприятие делать в Дубае и на следующий год опять Гонконг то есть Гонконг мы будем делать каждый год здесь уже у нас даты сейчас подтверждаются с площадкой с правительством ну то есть вы создаете инфраструктуру и сообщество предпринимателей инвесторов которые развивают новую отрасль веб 3.0 да да в принципе мероприятие тоже является некой такой хорошей воронкой контактов партнеров потенциальных и так далее потому что получается собирать всех лидеров индустрии как спикеров как партнеров а на сколько эта отрасль конкурентна отрасль ивентов или отрасль веб 3 блокчейн отрасль веб 3 на самом деле сейчас пока еще конкуренция не очень высокая и если сравнивать например с веб 2.0 где есть там такие гиганты как гугл фейсбук и так далее то веб 3 в принципе таких гигантов пока нет это странно да почему их нет может быть они не верят в эту технологию но на самом деле на самом деле компании многие которые сейчас занимаются веб 2.0 и гиганты они очень активно смотрят в сторону веб 3 и скоро туда зайдут то есть ну например у нас на мероприятии в спонсорах были такие компании как консент амазон и ws майкрософт то есть в принципе серьезные имена все серьезные ребята да они все там google cloud не были потому что они еще там были неуверены насчет гонконга и регуляции здесь вот но сейчас они вот я выступал на мероприятии недавно которая проходила как раз в офисе google гонконг и которая была направлена там на веб 3 поэтому все вот эти вот крупные компании они уже активно смотрят в эту область они активно собирают собирают стартапы которые что-то делают в области веб 3.0 и ну в первую очередь они эти стартапы собирают для того чтобы предоставлять им мощности своих облачных сервисов например ну наверное там известный факт сейчас что почти половина эфира сейчас застейкана на мощностях amazon вебсервис во вторых чтобы смотреть а что за стартапы а что они делают потому что если там у них есть там собственные программы у того же microsoft есть microsoft для стартапов и они активно смотрят что какие стартапы там делают которые подаются на эту программу они у них есть программы когда они дают свои сервисы бесплатно для стартапа но стартап должен им естественно рассказать что он делает какая бизнес-модель и так далее поэтому для них это тоже воронка чтобы быть скажем так держать руку на пульсе а что происходит и что делается слушай ну вот сфера веб 3 выглядит реально очень такой перспективный да ну вот я слушаю что ты говоришь но в то же самое время я помню был хайп на ICO да потом IDO IDO NFT да теперь веб 3.0 как ты думаешь может быть это вот опять же этот хайп да это все пропадет вот как люди которые вкладывали там в ICO или покупали эти NFT да там за сумасшедшие суммы а потом просто спускали все свои деньги на ветер как как вообще понять действительно стоящий ли это проект для того чтобы инвестировать в него может быть как-то государство сейчас уже защищает потенциальных инвесторов подобного рода проекта ну на самом деле индустрия она эволюционирует скажем так вот и там 2017 там ICO был это был такой еще дикий запад что называется в индустрии вот сейчас уже такая еще она ранняя стадия но уже следующий следующий цикл пошел скажем так вот если в 17 году все выпускали какие-то шиткоины и все покупали эти шиткоины просто на волне на волне хайпа то сейчас уже если мы смотрим на инвестиции в индустрию они больше похожи на инвестиции традиционные венчурные когда идет анализ проектов не с точки зрения там сколько токен вырастет потенциале как например было еще даже в 21 году на лурай вот а идет оценка проектов там более долгосрочной перспективе смотрится в первую очередь команда технология продукт и так далее ну то есть уже более все приходит к цивилизованному виду и там развитие я думаю это не остановить безусловно какие-то скажем так куски или факторы будут отваливаться по пути то есть ну например там все очень вот эти вот NFT там покупали да которые сейчас ничего не стоят практически да но сама NFT технология она имеет очень большое количество применений в реальной жизни да начиная от там digital ID заканчивая токенизацией различных активов да вот и понятное дело что картинки они там станут или стали никому особо неинтересны но само применение технологии оно будет развиваться дальше да как ты думаешь кто сейчас глобальный влага в глобальном сообществе лидер по венчурным инвестициям веб 3.0 блокчейн какая страна какой регион ну это по-прежнему Америка штата да да это по-прежнему Америка это фонды крупные которые находятся в силиконовой долине которые находятся в Нью-Йорке это tier 1 фонды типа там Coinbase Ventures все оттуда а какой такой средний портрет инвестора это все-таки ну такой миксованный портфель где у него есть инвестиции венчурные допустим в IT какие-то стартапы они привязаны к блокчейну есть инвестиции может быть недвижимость какие-то а есть в Web3 или в блокчейн или это только те ребята которые инвестируют строго в IT в блокчейн нет нет то есть ну например если мы берем крупные фонды например A16Z крупный фонд вот они изначально традиционный венчурный фонд но они очень активно инвестируют в Web3 и в блокчейн проекты то есть у них есть подразделение которое занимается инвестициями в Web3 блокчейн проекты есть фонды там смешанные есть фонды которые только на блокчейн проекты ориентированы тут разные стратегии на самом деле та же Sequoia например Capital они тоже традиционно традиционный венчурный фонд но они тоже инвестируют крипто и блокчейн проекты как ты видишь вообще в будущем развитие этой отрасли насколько понятно что ты в нее веришь да если бы не верил наверное ты не работал естественно насколько быстро она может развиться и поменять вообще вот мир ну она на самом деле уже меняет мир по факту если мы говорим о тех же CBDC центра где же столкнулся и так далее вот с точки зрения когда она поменяет интернет в принципе на следующий уровень я думаю что сначала будет некий там уровень веб два с половиной вот а не там с половиной да где будет некий гибрид там веб 2.0 и веб 3.0 и многие там сервисы они будут частично централизованы частично централизованы ну там это связано в том числе с регуляторами там и так далее да расскажи о неудачных своих проектов в этой области веб 3.0 блокчейн наверняка они есть я бы не сказал что это там проекты неудачные успешно я бы я бы сказал что ну поскольку скажем так мой путь в крипто и блокчейне он в основном в качестве там инвестора либо консультанта либо бизнес девелопмент адвайзера условно говоря то я могу там сравнивать проекты с которыми я работал условно говоря успешность проекта это такой момент неоднозначный в этой области потому что ну например если мы говорим что я купил токены они сейчас там ничего не стоят почти да вот это успешный проект или неуспешный ну например проект продолжает развиваться и у него есть технология и скорее всего на там следующем булране эти токены вырастут вот тогда можно будет судить он успешный или неуспешный ну здесь в общем период такой он достаточно длительный да он может длиться годами да у меня там были успешные когда получалось например ну например в семнадцатом году там я купил одни токены и уже там даже почти забыл про них думать вот а потом случился двадцать первый год булран там и так далее вот естественно там я получил хорошую прибыль за счет того что их продал вот там какие-то токены купил двадцать первым потом все упало и сейчас они там ничего не стоят на следующем булране скорее всего это будет не так вот я вообще в принципе если говорить к подходу по выбору компаний и клиентов тоже постараюсь фокусироваться не на хайповости проекта а на реальном технологии применения технологии и так далее потому что даже если там условно говоря сейчас токен упал но проект действительно делает полезную для реального мира технологию реального бизнеса то в конце концов не выпало согласен а как вот понятно что ты выбираешь по технологии а как ты подбираешь именно подобные проекты ты их смотришь по комьюнити или к тебе они сами приходят как это работает и так ну обычно приходят через нетворк через надп плюс с учетом того что мы делаем сейчас мероприятие большое до этого мы делали тоже онлайн мероприятие и это тоже такая воронка хорошая на самом деле по проекту плюс я стараюсь где-то постоянно выступать на каких-то мероприятиях конференциях ну тот же нетворк получается да получается тот же нетворк тоже скажем так само пиар и напоследок перед завершением нашего разговора я хотел бы чтобы ты дал совет начинающим инвесторам которые планируют инвестировать в блокчейн веб 3.0 чего следует делать а чего категорически не следует ну наверное категорически не следует вестись на хайп вот потому что на рынке ну если мы говорим про рынок криптовалют то на нем обычно выигрывают только так называемые киты вот много видел всяких трейдеров которые пытались с маленькостью и денег заработать и даже у них что-то получалось но пока в конечном итоге там либо ноль либо минус либо большой потому что рынок на самом деле очень манипулятивный им управляют определенные компании личности и на самом деле даже эти все технические анализы там которые как-то работают еще на обычном фондовом рынке они могут совсем не работать может может надо подождать пару лет уран и взлетит все нет вот ну если как бы есть возможность подождать то безусловно и еще один такой момент что никогда не инвестировать последние деньги в этот рынок потому что это высокорисковый инструмент и если там условно говоря это последние деньги еще там некоторые кредиты берут под это то это вообще провальная стратегия и лучше этим не заниматься вот если это не последние деньги там допустим просто выделил сумму указать который готов потенциально расстаться тогда можно да там что-то прикупить типа 10% с накоплением ну да вот если не жалко там 10% с накоплением потерять чтобы не расстроиться вот тогда тогда можно покупать если мы говорим про какие-то стратегии инвестирования именно в проект это equity или токены на более долгосрочной перспективе то безусловно там имеет смысл почитать какую-то литературу по венчурному инвестированию как правильно делать аналитику проекта на что смотреть какие метрики бывают у проектов и так далее вот и уже на основании этого принимать какие-то решения ну либо прийти к вам и вы все это поможете подскажете и порекомендуете может быть какие-то проекты правильно я понимаю мы на самом деле редко выступаем как именно адвайзеры в плане инвестиций вот потому что мы не работаем на самом деле с какими-то частными клиентами которые там приходят спрашивают того что нам зайти обычно мы работаем уже сформировавшимися командами стартапами и так далее и если мы говорим про капитал интердакшн когда мы представляем это то это уже идет через наш профессиональный нетворк фондов и так далее ну если допустим какие-то стартапы которые хотят развиваться на этом рынке то мы конечно же консультируем в плане упаковки в плане команды в плане партнерств в плане инвесторов Иван спасибо очень ценная информация уверен что для всех она будет полезной пишите в комментариях вопросы Ивану мне и мы с удовольствием на них ответим спасибо спасибо не забудьте подписаться на канал нажмите на колокольчик так вы будете получать уведомления о новых выпусках до встречи пока